Кавказ Это, как все, что происходит в 21 веке в таких регионах, как Кавказ, такая сложная, многофакторная игра. Основной компонент этой игры заключался в том, что, как вы помните, очень настойчиво добивались многие операции в Иране. И все время считалось, что уже флот там где-то маневрирует. А кроме того, шли выборы в Соединенных Штатах. Так что все мировые ставки в большом проферанте были сосредоточены вокруг этих выборов. Но были еще большие ставки. Они назывались так называемыми мировой кризисом. Я считаю, что никакого кризиса нет, потому что любой разговор о кризисе, ну вот для непрофессионального человека все есть кризис. Но на самом деле кризис – это вот когда вы заболеваете простудой или гриппом, у вас высокая температура, поднимается иммунитет, переламываются тенденции и так далее. Это когда определенным образом организм реагирует. Например, при спиде нет кризисов, а человек просто умирает без всяких кризисов. И при ряде других заболеваний нет кризисов. А есть некий катастроф. Сердечно-сосудистая катастрофа не имеет кризиса. Короче говоря, я считаю, что то, что разворачивается, это медленная катастрофа, катастрофа, катастрофа дорегуляции мировой системы, оговариваем это и будем называть это кризисом, потому что большинство людей это так называют. Хотя уже и Сорос это не так называл, и Обама говорил о Коопсе. Тем не менее, назовем это кризисом, но он уже шел. И это был мировой процесс, может быть, еще больший, чем процесс выборов в США. Потому что там речь шла о десятках триллионов долларов, о мировой финансовой власти, об очень многом. И все эти процессы подбирались более-менее синхронно друг к другу. Набрал темпы этот самый кризис в кавычках. Требовали войны в Иране. Иран действовал на ядерном поле. Шла борьба за власть в Соединенных Штатах. И вообще нужно было что-то разруливать в мировой системе. Эти все процессы вдруг положили свой глаз, как боги Олимпа. Вот эти боги Олимпа вдруг положили глаз на маленькую кавказскую полянку. Почему? Потому что бомбить Иран не хотелось. А очень требовали этого. И уже было как бы договорено, что будут бомбить. Почему не хотелось? Потому что если нужно было выводить войска из Ирака, то это можно было делать только договариваясь с Ираном. И американцы начали эти договоренности. Они не любят о них говорить. Но они непрерывно договариваются с Ираном. С эпохи Иран-Контрас и так далее. У них все время на переговорах есть люди. Это очень серьезная операция. И тогда Гейтс, одна из долгоиграющих фигур американских спецслужб, начал переговоры в Иране. Что он хотел этими переговорами? Он хотел, чтобы была стратегическая договоренность, по которой Иран не суется, когда американцы выводят войска из Ирака, не активизируют конфликт. А во взамен за это он получает некий мир и такой вяло текущий процесс. Я не хочу сказать, что все было замыслено, так сказать, в Осетии Гейтсом лично. Потому что интересы были самые разные. Кто-то очень любит говорить о чейне, вот я помню даже. И Путин высказывал такую гипотезу, что это чейни, что это выборы. Но я обращаю ваше внимание только на одно. Имела место беспрецедентно синхронизированная ложь по поводу того, что там происходило. Мировые средства массовой информации заголились так, как никогда. Они смотрели на белое и точно говорили, что это черное. Какой черный цвет. Он совсем черный. Нет, в нем есть серые вещи. Вы не политкорректные, это только черное. И так далее. Мировыми средствами массовой информации не управляет ни техасская лобби Буша, ни нефтяные магнаты, Рокфеллеры и компания. Мировыми средствами массовой информации управляет финансовый Нью-Йорк. И связанная с ним группа. Это абсолютно отдельная сфера. И если кто-то мог им сказать, говори по поводу белого, черное, это само по собой не происходит. Всегда есть желание так сенсацию построить или по-другому, то это мог сказать только хозяин СМИ. А хозяин СМИ чувствовал мировой финансовый кризис. И хотел каким-то образом, вот чем-то его скомпенсировать. Одновременно с этим Гейтс хотел, чтобы не в Иране все составилось, а в другой точке. Что значит не думать о белом медведе? Это значит думать о черном. Что значит не вести конфликт в Иране? Это значит где-то еще. Одновременно чайни или кто-нибудь там, так сказать, выборщики, хотели, чтобы был такой дизайн силовой. Я не могу сказать, что с другой стороны никто ничего не хотел. Было бы наивно делить одних на таких злодеев, а других на агнцев. Нет, это было не так. Если есть агнец, то это те несчастные люди, которые там попали как курвощик. А так, в том, что касается элит, там агнцев нет. Саакашвили же это фанатик. Их два фанатика таких. Саакашвили и Ющенко. Это люди действительно готовые во имя американской идеи или мировой демократии, или во имя света холма капиталистского. Спалить свои народы. Это люди, которые сделают... Они себя спалят. Они неадекватные. И я давно говорил, что случай Саакашвили – это не случай психологии, это случай психиатрии. Я не хочу этим сказать, что он абсолютный маразматик или кто-то еще. Он человек идей. И его последнее выступление, которое мы потом скорректировали, а скорректировать его было невозможно, потому что была электронная запись, и те небольшие поправки, которые были сделаны, но они ничего не изменили. Я говорю, как же так? Мы грудью легли на амбразуру, мы сражаемся с империей зла, и мы все потеряли, так это они были правы. Это вы меня так кинули. Вы так меня кинули. Это он говорил от души. Он человек не без страстей. А то, что эти страсти, так сказать, патологизированы, и они глубоко враждебны нам, не значит, что их нет. Я говорю, это редкость страсти в современной политике. Его, конечно, сыграли. Не могу сказать, что в темную. Ему сказали, ты светочь демократии, спасай все, русские встанут на колени, они будут стоять на коленях и так далее. Он туда полез. Русские ответили. Был ли их ответ ценностным, игровым, неважно. Он был огромным. Ибо впервые было сказано, что когда хозяин хочет сыграть вот так, то можно сыграть и по-другому. И точкой этого ответа было признание Осетии и Абхазии. Потому что американцы считали, что все идет по их лекалу. Саакашвили долбанул, русские ввязались. Приезжает Саркази, это добрый и злой следователь. Злой следователь – это Буш, Чейни и Кандализа Райс. А добрый – это Саркази. Саркази говорит, давайте разместим международные войска. И в Абхазию с Осетией входят международные войска. В результате чего русские сначала обливаются кровью, а потом затаскивают иностранное присутствие на Кавказ. И вроде к этому все шло. И в плане Медведева Саркази что-то такое разминалось. Но вы должны понимать, что у власти находятся очень современные люди. Сказать, что эти люди без греха, или что они, так сказать, овладели искусством стратегической политики, или что-нибудь еще. Но это не работники ЦК КПСС. Это молодежь, прошедшая школу бизнеса, политики, так сказать, на грани быть или не быть 90-х годов и всего прочего. Ей кинуть – это что, зубы вычистить. И когда она поняла, что ее кидают с той стороны, Саркази на паях с Кандализой, как у нас ее, Лизой называли, Кандализой и всеми прочими, Саркази с Лизой, они кинули их на опережение. И тогда мир застыл, разъянув варежку, потому что впервые хозяина кинули. Саркази плакал, он плакал, вот реально. Естественно, в узком кругу он не желал галстук под телекамеру, как знаменитый грузинский политик, но он плакал. Дальше возникло то, чего американцы абсолютно не ждали. Русские обули американцев на Кавказе. И сделали там то, что хотели. А этого не было никогда. А если можно сделать на Кавказе, то почему это нельзя сделать в другом месте? Американцы взбесились. И вот тогда в воздухе реально запахло ядерной войной. Потому что вошел флот. Потому что уже наши обсуждали, откуда лучше работать из Средневекового моря или из Черного. Надо ли заходить в Черное со своим. Или перекидывать ракеты на дальнем расстоянии. Это был ядерный флот, понимаете? Ядерный. Он терся наш вот так. Там стояли изделия, применение которых превратило бы все, что сейчас происходит, в пустыню. Для того, чтобы они сработали, нужно было чуть-чуть что-нибудь шевельнуть. И что тут сработало? Осторожность украинских братьев. Американцы стали втягивать войну украинских братьев. Украинцы готовы были втянуться в войну. Они требовали нескольких условий. Они требовали, чтобы американцы разгромили наш флот, чтобы американцы включили свою авиацию, а вот они будут работать на сухопутном. Американцы не могли им дать этих условий. Выяснилась ясная вещь, что никто не готов вступать в предельный конфликт с Россией, обладающей нынешним потенциалом ядерного оружия. Никто ядерную войну развязывать не готов. Но она могла начаться сама. Игровое чувство Тимошенко, которой эта война была не нужна. Некоторые возможности на Украине дополнительные. Здравомыслие силовых украинских элит, которые ненавидят Россию, которые не хотели таскать каштаны из огня американцам и не верили уже в их серьезность, их намерения. Все это вместе остановило все на грани ядерной войны. Ядерной войны. Так все началось с очень милых развлечений на общие темы. А кончилось, чуть бы не кончилось, очень печально. В октябре мы отерли лоб. Тут начался мировой кризис, и Обама выиграл ситуацию. Но, повторяю, это был один из самых крупных мировых конфликтов. И в каком-то смысле более крупный, чем Карибский кризис. И мы до сих пор не понимаем, каков на самом деле масштаб того, в чем мы жили на протяжении тех летних месяцев. И не дай нам Бог снова жить так. Но то, что это вот такой вот... Не хочу сейчас надуть щеки, сказать, что это великий треумф нас, мы умыли. Я пытаюсь объяснить, как это было реально. Ребята увидели, что их кидают, кинули в ответ, посмотрели вокруг, сказали, мама, что мы сделали? Мир встал на уши. Ну уж встал, и ладно. Все было вот каким-то таким способом. Сразу все не расскажешь. Но вот хочется понять, что это была сложная игра, что эта игра поставила мир на уши, что она нами была выиграна, что она была выиграна за счет соединения, нахальства, осторожности, а также нетвердого понимания того, на что поднимают руку, что итогом ее стало понятие, что русским действительно палец в рот не клади, что те, кто это поняли, затаились, что это будет иметь долговременные последствия, и что это хорошо. Тем не менее, плюсов больше, чем минусов. Помимо всего прочего, мы действительно защитили оскорбленных, униженных, раздавленных людей. Мы действительно проявили еще и какое-то человеческое измерение тут, что нам, в принципе, привычно. Мы так всегда и делали. Это сейчас они все орут, что мы их завоевывали. А мы спасали народы Кавказа. Такой-то царь в такой-то год выручал в России свой народ. Это не шутка, потому что резня могла быть такая, что Россия была единственным гарантом спасения. И христианская страна, и все прочее. Пусть об этом помнят все народы Кавказа, которые все время хотят сейчас извратить историю.